Всем доброго времени суток, дорогие друзья! ВАК Студио снова с вами! У микрофона по-прежнему работает Антон Тоник-Милищук. Ну что же, Game Hunter против Atomany Sports. Наконец-таки настал час финала. Ребята встретятся на карте The Train в формат встречи Best of 1. Преимуществом у Atomany Sports является фактор того, что на этой карте мы их ранее видели довольно часто. Также ребята уже забирали турниры в свой актив. У них два первых места, одно второе. А вот по поводу Game Hunter здесь уж ничего нельзя сказать. Ребята играют на нашем турнире довольно нечасто. Не забирали еще пока что призовых мест, но пожелаем им удачи. И тут же Atomany Sports показывает свою дефолтную заготовку. Все через зелень. Один через апдаун. Но и тут же смотрим. Бронсон! Бронсон с бомбой! Его необходимо уже зажимать. Серия фрагов полетела. Тут же крезит откилл по своему оппоненту. Но также были и ответные фраги. МД-шка. МД-шка погибает. Афикс делает келл по Дунгу. Но все же, все же залетает. Ребята Гейди остается последний. Гейди бомба пока что не ставится. Гейди! Один в четыре. Но ситуация пошла не в его пользу. Один ноль. За Atomany Sports. И вот они дефолтные пятерочки в чат. Дорогие друзья. Составы команд на ваших экранах. За команду Game Hunter. Выступает Крест, Гейди, Бонни, Дунга. И также Яху. Что касаемо Atomany Sports. Тут же Таффикс, Плаки, Нейрон, Бронсон и МД-шка. Ребята начинают играть свой второй раунд. А мы же посмотрим на девайсики. Тут же мы видим МП-7, UMP, МАГ-10, АК-47. И Плаки работает со вторым UMP-45. Атака находится по линии всей карты. Тут же МД-шка работает уже с МП-7. Прекрасная игра. Прекрасная игра от этого парня. Яху. Яху дальше дави. Молодец. Молодец. Дальше задавил. Дальше всех уничтожил. Бонни. Справляется с поставленной перед ним задачей. Делает один килл. Дальше, ребята. Атаки уже красный. Atomany Sports. Один Плаки остается. Но его участь нам также с вами уже становится известна. Два килла от Креста. Два от Бонни. И ставится пауза от команды Atomany Sports. Мне кажется, или очень рано они поставили паузу. Жестко. Жестко. Ребята начали. Гейди уже пишет, что его команда готова. И Game Hunter меня радует на этом турнире тем, что они не тянут паузу за собой. Вот наши постоянные зрители, если вы обращаете внимание, то иногда команды видят, что их оппонент поставил паузу. И до конца могут не отжимать ее. Это прямое нарушение правил. За такое выдается первое замечание. После второго замечания команда уже может получить тех луз. Или же после третьего. Здесь уже идет ситуация на усмотрение администратора, который отвечает за данный турнир и за данный матч в целом. Ну, то же. Ну, что же. Ждем. Ждем, когда же ребята будут готовы. Но уже был on-pause. Коллективы готовы к продолжениям. И теперь же. Теперь начинается. Начинается очередной раунд. Что у себя имеет Ataman Esports. 3D глав. По 250. И также есть ЦЗК у бронзона. Гейди слегка подвисает. Но я думаю, что в дальнейшем ситуация будет исправлена. Нейрон. Замечается оппонента. Гейди уже получает по голове. Но не без этих. Не без этих хедшотов. Не без таких подобных ситуаций. Дунга. Уже готовится паренек себя реализовывать. Должен подстраховать сейчас своих тиммейтов. Но опять-таки, работать сверхагрессивно. На данном этапе раунда не стоит. Ребятам Дунга делает хилл по Таффиксу. Тут же второй бронзон. Десант был не реализован. Два игрока погибают. Так же и хаешка. Но не смогли. МДшка. МДшка. Ребята отходит дальше. Ситуация уже 3 в 3. Вырисовывается 3 в 2. Плаки также делает хилл по Бонни. Выход. Выход на бэссайд должен быть неумолимым. Плаки уже готовится к реализации дегла. Так же есть UMP 45 на руках. Это его UMP. Он нашел свой же UMP. Но и тут же Нейрон. Куда же без тебя? Куда же без тебя, дружище? 3 девайса против 1 Креста. У него на руках Кольт. Верхняя волна уже под контролем игроков. Атаки. И тут же 1 в 1 остается у нас ситуация. 5 хп у Креста. Главное не разбиться. Главное не разбиться, думает парень. Фейканул. Фейк зашел. Нейрон. Но Нейрон у нас не из робкого десятка. Такими фейками парня особо не напугаешь. Но и тут же 2-1. А там Ангель Спортс. Играючи справляются со своим оппонентом. Не было здесь никакого тайминга. Удачи. На первых порах ребята вовсе оставались у нас втроем. Но дальше смогли исправить ситуацию по численности игроков. И забрать раунд в свою копилочку. Четвертые уже готовые команды делить нас на карте Детрейн. А мы же с вами будем наблюдать за этим раундом. На дальней дистанции Крест замечает своего оппонента. Бронсон. Бронсон. Гейди. И смотрим мы уже за этим игроком. МДшка. Но с деглом попадает и по голове попал. Попал по голове Гейди. Яху. Открытие нейрон. Уже. Ой. Не зашла. Не зашла. У игрока ситуация. Но все-таки под конец он смог забриться его противника. МДшка. Тут же ребята готовятся. Готовятся к реализации своих девайсиков. И МДшка у нас действует без АК 47 или же Кольта. Со спины Крест. Который с 5-7 нам плакит. Таффик замечает своего оппонента. У ребят нет никаких проблем со взятием 3-го поинта для себя. Бонни будет оставаться последний. Его уже МДшка будет готов контролить. МДшка. Не заметил. Но план перехват. План перехват уже готов к работе. Таффикс и его тиммейт вдвоем открываются на последнего Бонни. Бонни был обнаружен. Бонни гидаткил. Но дальше Таффикса разменял уже плаки на табло 1-3. В пользу команды Ataman Esports. 1 украинец и 4 россиянина показывают здесь геймхантерам. Кто чего стоит и как вовсе нужно играть. Давайте-ка посмотрим, что у нас по составам команд. Кто же у нас такие геймхантеры. Но мне кажется 5 ребят здесь будет из России. Вот почему-то мне кажется, поскольку... Поскольку флаг России, я думаю, что всем. Все ребята, возможно, даже будут из одного города. Очень же популярно делать для себя лан-команду. Ну а мы с вами смотрим за избиением младенцев. Если это можно так назвать. Гейди последний. Но тут же, тут же МДшка не смог. Не смог МДшка справиться с этим парнем. Нейрон. А снова Юсп. Снова Юсп. Патроны в АК-47 закончились. АК подобрать ни для кого не имеет никакого смысла. Поскольку у всех ребят здесь одни и те же девайсы. Ну что ж, первый. Первый девайсный раунд, дорогие друзья. Довольно сильный. Довольно сильный будет первый девайсный раунд. Поскольку здесь мы видим кольты. И АВП против 5 АК-47. И что ж, Бронсон и компания. Именно так раньше называлась эта команда. Или же это был еще Микс Бронсон. Если кто помнит, ребята впервые показали себе именно под таким тегом. АВП на верхней волне себя не смог оправдать. Откидывается также нижняя волна. Флэш. Смог. Полетели. Погибают. Но тут же и Бонни. Прострелы не залетают. Зелень откидывается от креста. Но нет. Нет. Ребятам уже можно и нужно уходить на сейв своих девайсов. Также для плаки очень важно засейвить свой АК-47. Таффикс. Таффикс будет сейвить также. Но вот Бронсон уже как явный лидер и капитан команды открывается очень же хладнокровно. Нет никаких колебаний у этого игрока по поводу реализации ситуации и реализации себя в целом. Ну что же. 1-5. Атаман eSports. Очень хорошо себя показывают. У вас лагает? Нет, ребят, не лагает. Возможно проблемы с провайдером. Давайте посмотрим за началом седьмого раунда. Поскольку здесь уже, ребятам, есть смысл сейвиться и показывать свою агрессию. Дальше. Дальше работать. Забирать последнего. Но нет. 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 Крест будет сейвить. 2-900 у него остается. Ну что же. Крест. 1-5 на табло. Уже Атаман eSports. Как по мне, за атаку показали себя на полный максимум. У ребят имеются все шансы взятия для себя также с шестого раунда. Крест завис. Крест завис. Ой-ой-ой. Но вернулся. Вернулся парень к нам в строй. Да. Все хорошо. Меня это радует. Уже знаете ли, как камень с души упал. Яхун. Открывается через нижнюю линию. На верхней работает его тиммейт. Прикрытие не будет здесь работать. Нейрон. Расправляется с Яхун. Есть эндрикилл в этом раунде. Нейрон. Нейрон без особых раздумий отправляется дальше чекать позиции своего оппонента. Но и при этом понимает, что показывает свою игру настолько открыто, как хотелось бы. Делать не стоит этого. Действительно не стоит этого делать. Гейди. Проход дальше по позициям. Но он будет ждать тайминга. Также ситуация на зелени. Тут же Крест работать. Должен будет двух сайтов оппонентов. Но Бронсон спасает. Спасает. Здесь же Плаки. МДшка. Кто будет закрывать этого парня под Б-плантом? Нет голов. Нет голов под Б-плантом от игроков обороны. Бонни. Бонни работает. Две головы уже поставил фактически. Поскольку Плаки погибает от пули в телом. Но и со спины. Спину тут контролит у нас МДшка. МДшка. Прощается со своими тиммейтами. Гейди отправляет этого парня к праотцам. Гейди. Дальше работает. Минус голова уже на голове у Нейрона. Но вот Таффикс уже шикарнейшая реализация своего девайса и позиции. В сочетании всего этого мы видим 1-6 на табло. И смотрим также с началом восьмого раунда. Восьмой был готовой команды делить между собой. Пара ВП. Гейди и Крест. Два вапера здесь. Мне уже действительно кажется, что ребята. Хотят. Хотят взять раунд. Не получается. Получается. Окей. Детель по бронзу. Но капитан команды Атаман Еспорт уже погибает. Дунга. Дальше откидывается граната. Дальше летит молотов у нас на апдаун. Но молотов не залетает в нужную позицию. И теперь же ротация от Атаман Еспорт должна быть ротация под Б-сайт непосредственно. Дунга даже по трупу решил дострелять. Да, не помешал бы, наверное, подойти и пнуть ногой. Проверите, может, он притворяется. А может, он не умер? Бонни. Наверное, таракана убил. Проверяйте, ребята. Бонни. Ну что же. Здесь контроль позиции. Здесь будет выход. Выход под Б-сайт. Перетягивается Гейди без особых раздумий к своим тиммейтам. Сайди. Бонни работает. Закрывает. Но с позиции А-планта. Б. Б-планта, прошу прощения, на А-сайде Дунга. Но он перетягивается к своему тиммейту. Гейди. Крест. Крест. Чекает своего оппонента. Никого не может найти. Позиции Б-сайда открылись у нас довольно просто для Атаманов. И парни здесь словно реальные Атаманы. Куда бы ни пошли, везде их ожидает только победа. Крест уже нашумел здесь зумом. Ну что? Начинается. Оу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Верхняя линия. Верхняя линия. Уже пора бы делать свои фраги. И открытие также имеется у нас от Афикса. Но здесь ребята синхронно делают свои киллы. Пятерочки в чат. Уверенные. Пятерочки в чат залетают от команды Атаманы Е-спортс. Девятый раунд на кону. А у геймхантеров уже, наверное, руки опустились. Но ребята должны. Они должны бороться. Поскольку они ведь пришли на финал ради победы. А вот, знаете ли, Атаманы Е-спортс меня радует. Первый. Первый их финал. И тут же второе место у них было. Дальше ребята проседали. Проигрывали. Но потом. А потом что было? Потом были два первых места. И сейчас же есть шанс на взятие третьего первого места. Третье первое место. Вот такая вот неразбериха. Но все же. Ребята имеют возможность забрать для себя третий кубок. И третье первое место будет у них к ряду. Вот такой вот шикарный винстрик на КСПЛ. Яху. Играет дальше. Играет. Замечает Нэрона. Нэрон. Все-таки один в один у нас Бронсон будет работать против своего оппонента со спины. И что же. Кто здесь главный атаман покажет? Он своему оппоненту. Бронсон. А бомба будет эффить за китов? Нет. Какой же он жесткий. Насколько он читает своего оппонента. Это фейк. Ну а дальше. А дальше то что будет 7 секунд. Откидывается флешка. Испугал. Да ладно тебе Бронсон. Но сколько же хладнокровный парень. Первая половина на карте Детрен уходит за командой Атаман Е-спортс. Бронсон показал кто здесь явный Атаман. И геймхантеры. Геймхантеры. Такого я от них не ожидал если честно. Да. Я думал что Атаманы будут забирать очень много раундов. Но не таким образом. Сейчас если возьмут 9 и вовсе если возьмут 9 и 10. Тогда это уже будет. Я даже не знаю как назвать. Надо сказать что это огромная проблема. Считай ничего не сказать. Хаяшка откидывается от Бронсон. Парень уже красный. Должны работать его тиммейты. Дунга делает килл по МДшке. Дальше. Дальше. Исканта уже под бойся там Бонни. Бывает также Таффикс. Бонни. Действуют дальше. Плаки. Плаки в Мотове сгорает от своего оппонента. Бонни. Действует дальше до конца. Тотелова работает на позиции Байсайта. Три килла уже смог реализовать для себя в этом раунде. Бронсон остается последний. И Бронсона нужно закрывать. Второй раунд уйдет у нас опять таки за обороной. Ну и в коем-то веке спустя 7 раундов. Ребята смогли подсобраться. Ребята смогли подсобраться. Они смогли показать себя. Ну а дальше что? А дальше будет видно. Действительно как говорится. Будет видно или нет? Это вопрос еще такой. Давайте-ка сейчас посмотрим, что ребята будут показывать нам в начале следующих раундов. Поскольку пока что, пока что еще у Хантеров есть шансы на свой камбэк. Они реально могут дать здесь камбэк хотя бы до 5-го этого раунда. А тамарьи Спортс отдают второй своему оппоненту. Экономика у них довольно неплохая. Но опять же отдавать на 3-й раунд дальше закупиться смогут. Но опять же скрипя зубами. Смотрим. Смотрим, что у них получится. Получится 4 девайса. Бронсон для себя сам закупит 5-й. И тогда все будет хорошо. Все будут счастливы. Все будут довольны. Но опять же это при варианте 8-3 на табло. А там будет видно. Бонни перетягивается на точку А. Но мне кажется, что первая половина у нас дальше не будет заканчиваться так же быстро. Поскольку много факторов. У Game Hunter уже будет экономика для того, чтобы закупиться. Для атаки очень важно поставить бомбу в этом раунде. Но не прочекали. Не прочекали. По своему поеду с закатушками. Два кила уже делать нас яку-яку. Дальше. С юзпом. Но не смог. Не смог реализовать себя. Реализовать весь свой потенциал игрока. Бонни делает килл и бомба будет ставиться. Но это Плаки. Это фейк по бомбе. Дальше со спины. Дунга. Плаки. Но нет. Нет, говорит у нас Плаки. Я буду ставить бомбу. Ошибка. Крест. Крест ставит точку в этом раунде. И уже яку. Пишет у нас пятерочку в чат. Да, ребята. Ребята обмениваются здесь пятерочками. Молодцы. Молодцы. Ничего нельзя сказать. Поехали. Поехали. Жестко. Жестко собрались прямо сейчас. Вы должны всех порвать. Но мой план Капкан не сработал. Здесь же с ребятами. Здесь еще ребята решили сделать форсбай. Довольно непонятный, как по мне. По 10 хилов у нейроны Таффикс. АМДшки 11. Восем уплаки бронсон с шестеркой. На данном этапе игры уже есть скиллы. Верху или не нужно зажимать. Зажали верхнюю. Бомба будет ставиться на дефолте бэссайдом. И неужели они возьмут? Да ладно. 1 коль 2 АВП. Дунга. Замечается форсбайдом. Вдалеке МДшка. Да есть же ж. АК-47 был реализован. Плаки с засейвленным кольтом. Кольт у нас Яху. И этот парень подарил надежду для команды Атаманги Спортс. Взять для себя вплоть до 11 раунда сейчас. Экономику выбили. Экономику выбили очень сильно. Но закупаться ребята скорее всего будут. Крест. Крест на зелени. Сейвить свои АВП. Он будет. Сейвис лам. Сейвис лам. Все на должном уровне. Ребят. Сейчас. Это уж точно. 12. 12. Подходит к концу. Начинается 13 раунд. МДшка. Ну давайте-ка посмотрим, что они смогут придумать со своей бравадой. И что у них скажет главный Атаман Бронсон. Ну что же. Бронсон сказал. Идем. Идем под бэссайд. Или же это будет выход на аплэн. Плаки. Нет. Пока что с бомбой. Игроки атаки выдвигаются на позиции бэссайда. Но Гейди. Гейди, которого нужно закрывать. Таффик. Таффик. 78 хп остается у Гейди. Парень не откидывает сам себе смачок. Поквал его перед собой. Но. Да что это было? Что вы себе позволяете, ребята? Это вообще законно. Жесткие ситуации. Таффикс. Остается на Таффикс без головы. Но самое главное, что килл он сделал. И это очень огромный буст по морали. Крест работает без АВП. Окта почему не разбил? Он ведь не убьет ваншотом своего оппонента из-за того, что окна остались. Максимум уйдет с шотом Таффикса и все. Дальше оставит немножечко хп своему оппоненту. Бронсон и Нейрон. Нейрона, возможно, еще убьет. Поскольку там остаются считанные хелсбары. Посмотрим. Надеюсь, что я ошибаюсь. Но если я действительно ничего не путаю, то все должно быть именно так, как я и говорю. При этом Бонни. Бонни не понимает, что это будет. А или же Б сайт. Бонни. Ждет. Бонни ждет. Необходимость Часта Таффиксу. Откинуть смог на нижнюю. Дальше флэш. Флэш с верхней. И тогда уже полетели. Бронсон. Ждет тайминга. Ждет команду ФАС. Ждет команду полетели. Обнаружили уже Бонни. 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 Ситуация 2 в 2. 2 в 1 ситуация. Нейрон. 4 килла от Бонни. Бонни. Минус 5. Не залетает. Крест с АВП. Нейрон. Успевает уйти. Воу. 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 Нейрон. Едва. Едва не получил по лицу игрок. Крест. А вот зря смоук. Ой. Ой. Как зря. Ой. Как зря откинул смоук. Хаешка на верхнюю. Нейрон. Прочитали. Прочитали его действия. Бомба. Бомба. Не дофюжен. А зачем ты открываешься? Размансовал. Размансовал. Забайтил на себя. Откидывается флэшка. Он уже не успевает разыграть бомбу. Фулбанни. Нейрон. 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 Открывайся. Дружище. Бомба. Радифюжена. Это конечная. Четвертый раунд для геймхантеров. Вот с флэшкой подловили. Вот с флэшкой реально подловили. Очень хорошая ситуация была для этого игрока. 14-й смогли. 13-й смогли для себя, ребята, реализовать. Но что они покажут в 14-м? Это манги спортс. К такому повороту событий, скорее всего, были не готовы. Но благо. Благо хантеры покажут от себя хотя бы 4 раунда. А там уже с минус сторон и за атаку возможно будет чувствовать себя немного комфорнее бронсона. Остается у нас на одну пулю с юспан. 17 хпм, дэшка, 78. Также получает урон. Но тут же, тут же бронсон и он получил львиную долю урона, Гэрди. А что с лицом? Десятые атаманы уже готовятся забирать под свой контроль. Яху! Это провал. Это провал у ребят. И начался он от пустого, как Гейди, не попал в отвернутого своего оппонента. Бронсон! Вот бронсона уже пора бы действительно было убивать. Со спины действует плаки. Плаки здесь будет как козырь в рукаве. Бомба была поставлена. Нейрон делает килл. И посредний будет закрывающий у нас плаки. Десятый атаманы забирают для себя. 2 килла от Нейрона, 2 килла от плаки. Пятерочки в чат. Яху пишет 1. Вышел из системы. Вышел из системы этот игрок. Ну а мы с этим ничего не можем поделать. Пятнадцатый раунд. Пятнадцатый раунд. А что будет дальше? Дунга. Откидывается молотов тут же. Тут никто не горит. И проход дальше. Дунга. Его уже обнаружили. Готовятся. Готовятся киллы. Размен был. Размен был. Очень хороший. Бонни. Хэдшот по своему оппоненту. Но МДшка как всегда. Тут как тут. Этот парень подбирается дунгой. Давайсик. АК-47 уже на руках. Но релоуд не помешал бы. Релоуд не окажешь. АК, дружище. Наверное, не слышит меня. Все равно почему. Пятнадцатый раунд. Последний раунд. Первая половина на карте. Дэд Рейн. У меня очень много вопросов, если честно. У меня очень много вопросов в команде GameHunter. Позникнет, если они не возьмут пятый. А если же не заберут? Если же не заберут, тогда их будет еще больше. Яху. Гейди уже перетягивается в сайде. А очень рано. А вот очень рано ты пошел. Не дождался халпы. И при этом нужно всегда слушать своего оппонента. Где, кто и как работает. Плаки. Первого забрали. Второго забрали. МДшка. Снова верхняя волна. Снова тот же самый Мотов. Снова верхняя волна. Пора откидывать. Пора откидывать Мотов. Мотов полетел. Тут же будут все гореть. Гейди, 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 гейди. МДшка, уходи, уходи. Не стоит торопиться. Уже гранат нет. Китов нет. Это фейк. Киты подобрал. Киты подобрал. Есть флэшка. МДшка. Не стоит. Не нужно. Не нужно. Зачем? Зачем ты пошел? Вот и все. Вот и пятый раунд. Ребята забирают по ошибке своего оппонента. Но при этом, при этом могу сказать, что от Манги Спортс здесь большие молодцы. Взяли 10 за атаку. Бонни 18 на 13. Крест, Яху, Дунга и Гейди. По 7 килов. 10, 15, 13, 12 смертей у ребят. Атаман Еспортс здесь есть некое разнообразие. Нейрон. Нейрон и МДшка 15 килов. Таффикс и Плаки 13 килов. Бронсон 7 килов. 10 смертей. Также, ребят, 13 на 9. 13 на 9. Таффикс и Плаки. Нейрон 15 на 7. И МДшка 15 на 11. Ну что они нам покажут? Уже Атаман Еспортс. Бронсон. Истинный Атаман. Остается очень сильно раненый Бронсон. Его закрыли в сайде. Его закрыли в сайде. Погиб посреди поля. На поле боя погибает. МДшка будет давить. МДшка без головы уже работает. МДшка Таффикс. Таффикс. Вау, что это было? Что это было? What this? Game Hunter. Взяли под свой контроль пистолет на рот второй половине. Это было жестко. Это было реально жестко. Но это давайте смотреть. И тут давайте мы с вами посмотрим, каково будет давать, такой вот, знаете ли, очень сильный камбэк. Наблюдаем за ситуацией, но я больше всего склоняюсь к тому, что седьмой, восьмой за Game Hunter'ами уйдет. Воле-неволе, но у Атаманги Sports не будет денег. Не будет денег для того, чтобы закупить для себя пистолеты в следующем раунде. Ну, а здесь развал. Здесь развал Бонни. Бонни будут, ребята, работать против Нейрона. Гейди тут же давал три килла. Гейди, проход по позиции. Бомба уже стоит на позиции Б-планта. Гейди. Нейрон пока что не торопится выбивать девайсы из своего оппонента и в целом действует довольно грамотно. Лучше чашку засейвить, поскольку в следующем раунде она ему будет нужна. А вот тратить на нее лишние 500 долларов, я думаю, не найдется у этого игрока. Восемнадцатый. Уже восемнадцатый к нам подкрался незаметно. Мне кажется, для Атаманов необходимо ждать сейчас первого девайсного. Только лишь. Ребята получат давайте свои руки, тогда они будут работать. Работать уже против геймхантеров. Я знаю, что потенциал с девайсами у Атаманов огромнейший, огромнейший. Нейрон по ногам, по ногам вычислили, вычислили по ногам. Закрывать нужно этот раунд уже ребятам без особых проблем. Ну и у нас восьмой за геймхантерами. Десятый по-прежнему у Атаманги Спортс. Но и тут, тут девятнадцатый и он будет первым давай с ним. Барабанная дробь. Таффикс кольц-глушителем. Нейрон, что ты скажешь на этот счет? Таффикс, Таффикс свой среди чужих или чужой среди своих. Наверное, так будет более подходящее. Вот этот девайс, вот этот девайс, друзья. Выделяется из толпы, когда ты хочешь быть другим и чем-то выделиться. Бронс, бывает уже гейди. Есть Эдри Келла, начало положено за командой Атаманги Спортс. Крест, Крест и Клоки. Минус голова на плечах у этого игрока. Крест остается с половиной здоровьем. Ну и дальше необходимо действовать. У нас нет времени на промедление. Бронсон, открытие, есть килл. Верхняя волна пока что под контролем Бронсона, но недолго. Отдает, отдает уже линию своему оппоненту Крест на этой же точке. Крест. Открывается до конца. А почему нижняя волна до сих пор стоит? На байсайде субъективно один лишь Атаман. Да, вблизи есть МДшка, но Атамана соло задавить намного проще. В Смоук вышел. Гол, подида, ты бы еще в МОТО, в Фулл Блайнде вышел. Горе ты мое. Бонни, да по голове Бронсон уже в дом. Не пошла игра у этого парня, но при этом Крест закрывает также своего оппонента. Тут же Крест. 2 в 2 эпизод, а зря прыгнул. Зря прыгнул. Верхняя волна. Моу, моу, хелпа должна быть, но хелпы не было. Нейрон. Нет информации по Нейрону. Сломя голову. Словно в руки пришел. Словно в руки ты пришел ко мне, а я тебя обнял. Восьмой по-прежнему остается у GameHunter, а вот это Манги Спорт забирают под себя 11 поинт. Наблюдаем мы с вами за ситуацией на карте и что мы сможем увидеть? Что мы сможем увидеть? А увидим мы следующее. Снова давайсики. Снова давайсики, снова пятерочки в чате. Я надеюсь, что ребята как-никак смогут для себя выжить 12-й здесь и сейчас если нет тогда у них будут уже реальные проблемы. Но и тут и тут что они делают? Что они творят? Нейрон! Ну ладно, вдвоем уже 2 в 3 играть готовы 2 в 2 эпизод со спины Дунга, 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 Дунга. Патронов не хватило. 12-8 на табло. Денежка имеется на 1 бай. Нельзя отдавать на 12-9. Ой, как нельзя отдавать. Горе будет если отдадут ребята сейчас своему оппоненту 9-й раунд. Но вот здесь знаете, почему я склоняюсь к тому, что получится взять 9-й. Первый фактор. Весь костяк идет под Б. Второй фактор у ребят пистолеты, арморы, раскидочка. Скажем, субъективно терять нечего. Нет девайсов, нет фул раскида у всех. Да, выйти, постреляться можно, на авось выбежать почему бы и нет. Но Атаманги Спортс, Бронсон снова берет на себя инициативу. Ему нельзя погибать, он должен быть вдалеке. Пропусти, ты пропусти, есть первый килл, дальше размен, вот не стоило открываться. Если ты хотел открываться настолько агрессивно, где была твоя хелпа? Где были твои тиммейты? МДшка откидывает мотов на дефолтную позицию, слегка не долетел нас мотов до дефолта, вау, что за финты ушами? Крест, уже поставил крест для МДшки и плаки, ну и тут же хедшот по Таффиксу, минус 3, да ладно. Он взял, он взял, он молодец, он герой своего коллектива. На 10-й нужно слить Атаманом, дайте эко, сделайте эко, не мудрите, ребята. Нерон минус 2000 экономики. А что будет дальше? Почему бронзу не дал девайс? Ой, порезали, порезали своего тиммейта, когда ты слегка ранен, но главное, чтобы, вы знаете, как говорят, действительно, когда ты немного ранен, главное, чтобы не стать немного мертвым. МДшка, ЦЗ в руке, ЦЗ в руке ОМДшки, дальше, дальше, не торопись, не торопись, ой, прям под гранату пошел, лучше на лестницу залез, и при этом попытался сделать хотя бы один килл, хэдшот от Бронсона, второй не залетит, не залетит, второй здесь, его законтролили, его нашли, его убили, но и ЯХУ здесь закрывают с двух сторон, перекрестный огонь, нужно сейвить АК-47 для Тайфикс, тогда ребята смогут закупиться, но опять-таки опроменчивое решение возможно будет, подбирай, давай, сухой, сейвий, плаки, плаки, поступи по-умному, ты ведь киберспортсмен, ну что вы делаете, по вам будет информация, нижняя волна под Гейди, бомба дефюзится, дефюзище погибает, один в один, Гейди, да ладно вам, да как вы отдаетесь, ребята, наверное, подустали уже, тут играть осталось, реально, семь полных раундов, восемь, включая этот, два раунда разницы, два раунда разницы, но парни сводят уже к одному, скорее всего, будет сливной, да, действительно, а почему раньше не сделали, Нейрон опять закупился, Нейрон, дружище, что ты купил себе, второй армор, цзшка и смоук, 1800, было сейчас 2400, в следующем раунде получит 2400, и смог бы закупиться уже как человек, но нет, у него будет 3000 долларов, а к чему это приведет, к UMP второму армору и флешке, не вариант, крест и вся его бравада, под B-сайдом, монотонная атака начинается, в дальнейшем с ребятами это может сыграть злую шутку, но опять-таки, опять-таки второй фактор, они могут в дальнейшем перестроить свою игру вовсе, перестроить ее кардинально, я думаю, в этом что-нибудь да получится, что я имею под вариантом перестроить, мы видим с вами агрессию, мы видим такой вот холд от команды Game Hunter, сейчас ребята играют довольно спокойно, они оставляют свои фаст выпады, свои фаст пуши на потом, вот реально выделим это под графу на потом, и делать очень даже правильно, поскольку выходить с вами на голову на план, как ты понимаешь, что у твоего оппонента Эко или же Форс не стоит этого делать, вот не стоит сейчас и Нейрону погибать, подобрал девайс, открылся, погиб, продал МДшку, рассыпали себя ребята, дальше сейв, тафикс, на выпаде, на выпаде, будет ставиться пауза, Гейди, пауза будет поставлена, несомненно, первая из двух, ну что, своевременно, своевременно у нас Game Hunter сделали свой выбор, минус игрок, но опять, опять-таки, есть вариант подумать, что будет менять, что мы будем менять, Game Hunter, все Game Hunter против Атаманов, Game Hunter против Атаманов, кто кого сможет победить в такой ситуации, я даже не знаю, если честно, реализовывать камбэк, должны, должны Game Hunter его делать, поскольку сейчас они берут под свой контроль уже третий раунд, первый винстрик 3, потом 2 отдали, 3 взяли, пройдемся по статистике, полное разнообразие, ребята, я думаю, вы это видите, кто смотрит на экраны, полное, полнейшее разнообразие, 19-19, Neuron, Taifix, 19-16, MDшка, 19-19, Plucky, 14-17, Bronson, 14-17, да ладно, вы серьезно, ребят? Вот эти парни, наверное, и два брата, наверное, они два брата, вот тут, один выпадает, один выпадает, у нас, пятый, шестой ассист, а так было бы, три, четыре, пять, 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 баба ягодка, пять, 24-й команды готовы, ели к мете собой, но почему-то мне кажется, что сейчас атака, своей паузой, сама себе поставят палки в колеса, атаманы ей пользуются, несомненно, им никто не мешает сейчас обдумывать, что у них было не так, и при этом не тратить свою паузу, я кувернулся, будет он пауз, да, готовы, готовы у нас, команды продолжить, пятерочки, пошли пятерочки, ребята будут сами себя подбадривать, вот это мне не нравится в атаманах, поехали, Бронсон, Бронсон дал 7-5 тюниевого, собрались, собрались, крикнул своим тиммейтам, и поехали рвать и метать, игроков команды, Game Hunter, ну что же, минута 45, отведено для команды, это Маги Спорт, и тут же Нейрон, врывается на зелень, сломал лицо, уже Яхуд, но крест, крест стоит до конца, он понимает, что его оппоненты отходили, с этой точки, а дальше, то что будет, Бронсон, Бронсон, чекать позицию, чекать позицию, оставлять своего оппонента красным, Денгу, дунга, прошу прощения, 23 хп, 23 процента здоровья, работать можно, работать можно, с таким процентом хелсбаров, Гейди, Гейди у нас на нижней волне, и начинается раскидка, начинается раскид, наша с вами задача, увидеть, что ребята будут здесь, выдумывать, придумывать, есть серия разменов, но и дальше будет, полноценное выбивание, 4 на 3, мотовых нет, уже 4 на 2, ребята делают свои киллы, есть киты, есть смоук, есть флешка, Нейрон делает килл по кресту, крест немного ранее, расправлялся с плаки, но и тут же Гейди, также погибает, 13 раунд, за Атаманги Спорт, ребята ставят, снова пятерочки в чат, Diffuse, Diffuse, Taffix, не мудри, вот опять, 14-18, если погибать, так вдвоем, но и здесь уже, пошло, поехал, ребят, давайте посмотрим дальше, Game Hunter, если отдают на 11-14, отдают на 11-15, 11-16, включительно, денег-то ведь не будет, закупиться, получат на 26-ом, они 1900, дальше 24-ста, и максимум, на 15-11 не смогут закупиться, но при этом, не стоит гнать лошадей, давайте посмотрим, за раундами, есть эндрехилл, уже разменный фраг, тут же плаки, 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 два кила делает, в ряд забирает своего оппонента, третья голова, также залетает уже, по Бонни, крест работает, по голове Таффикса, размен пока что не будет реализован, крест, МДшка, но, здесь ребята показывают свой скилл, показали Бицуху, жестко, жестко, это было жестко, 11-14, 26-й раунд, готовятся к своему началу, и что, неужели финишная прямая для ребят, неужели финишная прямая, поскольку, действительно, закупаются они на последние гроши, как говорится, атаманы, атаманы, неужели третий золотой кубок для вас, друзья, наблюдать мы будем за последними двумя раундами, я думаю, здесь у команды есть в запасе, свои заготовочки, но, опять-таки, если атака сейчас будет сливаться, тогда играть в целом осталось, не так тоже долго разминулись, смоуки парни, никто никого не прочекал, Бронсон, Бронсон готов делать для себя фраги, Бронсон делает килл, Яху пытается бороться, но его борьба была здесь недолгая, недолго, недолго он прожил, пятерочки в чат, снова, снова пятерочки в чат, 27-й раунд, атаманы, непоколебимые ребята, всегда стоят на своем, 27-й уже по счету готовы они разыгрывать, два дегла, ЦЗ-шка, UMP, коллаж, я думаю, по моей паузе, вы уже понимаете, к чему все идет реально, а все идет реально к тому, что даже под Б-плент, возможно, не смогут дойти, поджимать МД-шка со спины будет мгновенно, но здесь есть Яху, который также может ответить, верхняя линия, верхняя волна, плаке, 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 делает 2 кг, а ВП также работает Бронсон, не отпускает своего оппонента, вот она вам, и спина МД-шка, Дунга готов закрывать, МД-шка, МД-шка, Дунга погибает, ребята делают свое дело, 11-16, Атаманги Спортс побеждают в сегодняшнем финале, 0-6-12-17, и парни побеждают вечерний КСПЛ на 18 команд, вот такие вот итоги сегодняшнего финала, дорогие друзья, на этой приятной ноте я вынужден с вами распрощаться, для вас сегодня работал комментатор ВАК Студио, мне зовут Антон, Тоник Милищук, приходите завтра на 19.30, будет очередной КСПЛ, всем до новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok